Звуки гимна Российской Федерации огласили начало 13-й летней спартакиады трудящихся. Символично, что спортивные состязания артёмовских команд проходили во время летних Олимпийских игр в Бразилии. Настрой наших участников был позитивный и боевой. Спартакиада – это прежде всего здоровье нации. Мало этого, еще объединяет друзей, появляются отношения другие между людьми, люди становятся добрее. Естественно, что сейчас проходит Олимпиада в Рио-де-Жанейро. У нас своя маленькая Олимпиада в пределах трудовых коллективов Артёмовского городского округа. Я думаю, что это наш ответ всем этим вадам. Он не хотел нас видеть. Мы все равно добьемся своего. Наши победят. В Партакиаде приняли участие 10 команд из различных сфер и производственных отраслей Артёма. Среди них «Форсаж», «Авиатор», «Суматори», «Звезда». Свои команды выставили Артёмовский хлебозавод, Приморский водоканал, ГУФСИН, «Бизнес Артёма», «Муниципальное управление» и «Управление образования». Участникам предстояло показать ловкость, быстроту, интеллект в 12 видах спорта. У нас будут сегодня из игровых видов спорта – это футбол, стритбол, волейбол, из таких беговых – лёгкая атлетика, из водных плаваний – водное поло. Также будет у нас присутствовать бамбинтон, настольный теннис, шахматы. И, наверное, самым гвоздём и самым ярким красочным – это перетягивание каната. В первый день спартакиады артёмовцы состязались в командных видах спорта – в волейболе, баскетболе, стритболе, а также в лёгкой атлетике и гиревом спорте. Соревнования проходили на ура. Свою силу и умение старались показать и стар, и млад. Однако главный судья Владимир Никешин отметил в 13-й спартакиаде особые отличия. Больше молодёжи стало. Вот я уже сказал в своём выступлении о том, что сегодня, как за 13-й спартакиада, и уже выступают дети тех, кто выступал в первой спартакиаде. Это замечательно. То есть, когда им было по 18, сейчас уже им по 30 с лишним. Вот, допустим, здесь вот футбол играет Власов. Его отец ещё играл. Ещё и отец играл в первой спартакиаде. В спартакиаде сейчас уже Власов играет. И дай бог, я уже говорил, что уже и внуки первых участников. Поэтому это замечательно. Спартакиада трудящихся проходила три дня. В итоге упорных состязаний третье почётное место заняла команда «Авиатор». Второе место – команда управления образования. И победителем 13-й спартакиады трудящихся стал коллектив муниципального управления. Луиза Сысоева, Сергей Корнеев, Светлана Норик. Городские новости. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова